Никак не навредит, потому что мы с вами пользуемся великолепным продуктом. И в лучшем случае мы можем приобрести себе хороший иммунитет, перенести все в очень легкой форме. И я желаю вам достаточно тщательно изучать то, о чем мы говорим, потому что вы помните, что это направлено на продажи, на то, чтобы вы разбирались, были экспертами в своем собственном здоровье, ценили продукт Жанес, смогли передать это своим будущим потенциальным клиентам. То есть люди должны видеть уверенность в вас, они должны понимать, что вы разбираетесь в том, что вы им предлагаете и продаете. Поэтому продукт всегда нужно знать. И когда мы с вами понимаем, что для нас это очень выгодно, когда мы понимаем, что вопрос вообще не цены, вопрос ценности, и к тому же мы видим, что это все намного дешевле стоит, чем, скажем, это продается на рынке по отдельным технологиям, то я думаю, что мы тоже сможем донести это нашим с вами клиентам и таким образом усилить продажи. Вот знаете, все заключается в том, насколько мы можем быть аргументированными людьми. Вот не спорить, да, а у меня, а у нас, а у вас, а именно быть очень таким, обладать очень серьезными аргументами, задавать правильные вопросы, не спорить с человеком, а задавать ему правильные вопросы, узнавать его мнение по этому, скажем так, как он смотрит на свою проблему, как он ее понимает. Вы обязательно должны задавать эти вопросы, как он понимает решение этой проблемы. И только после ответов человека вы должны начинать рассказывать о продукте Джанес. То есть тогда уже наступает ваше время. Я всегда всех учу одному и тому же вопросу, хорошему коучинговому вопросу, который прежде чем перейти к рассказу о продукте, вы должны позадавать много вопросов, выслушать человека и после этого спросить у него, задать одну только фразу, один вопрос. Скажите, разрешите я вам сейчас расскажу, как я могу быть полезен, да, вот, по вашему вопросу. И если вы получаете такое разрешение, то можете смело переходить уже к тому, что вы будете давать информацию. А информацию нужно давать обязательно представлять продукт в свете той проблемы, о которой шла речь. И вот поэтому я еще раз возвращаюсь к началу нашего тренинга. Мы с вами должны все-таки понимать, какие это проблемы. Потому что называть человеку название АМП и Абрезер, которое для него абсолютно ничего не значит, это просто, ну, хоронить свою продажу, да. То есть он может услышать название наших продуктов только через название, когда в вашем контексте звучит его проблема, когда вы упоминаете, да, что произойдет с его состоянием, как это будет помогать решать его проблему, да. И вот тогда человек запомнит сразу эти названия, о которых вы говорите, и ваш разговор пойдет намного веселее. Так, сейчас, секундочку, вот каждый раз у меня, вот, переключилось. Значит, у нас сегодня с вами очень сложная тема, с одной стороны, с другой стороны, понимаете, она основная. Потому что от работы этой системы зависит наше с вами практически все здоровье. От работы этой системы, которая называется желудочно-кишечный тракт, зависит все. Работа иммунитета нашего, работа нашей эндокринной системы, работа нашей сердечно-сосудистой системы, понимаете. Все от нее зависит. Вот абсолютно она всем управляет. И я предлагаю, поэтому у нас в тренинге разделена эта тема на две части. Сегодня мы с вами говорим в целом про желудочно-кишечный тракт, как конвейер, да, потому что это конвейер. Как только мы с вами открыли свой рот, у нас этот конвейер пошел работать. Вот. И отдельно немножко у нас будут занятия, ну, следующее занятие. Мы все-таки поговорим с вами про кишечник, потому что весь фокус сейчас, внимание, медицины, функциональной медицины смещается как раз-таки вот к этому отделу желудочно-кишечного тракта, ну, поскольку сейчас занимается его изучением и как раз-таки характерно 21 веку открытие всевозможных новых таких, да, новых всяких молекул, которые, составляющих, которые вот только-только стали понятны, как это все работает. Я думаю, что это еще будет продолжаться, и мы с вами поговорим об этом, ну, скажем так, на следующем занятии, чтобы не так было, все слишком много. Значит, Света мне помогает, Светлана, спасибо огромное, она будет следить там за вопросами, все, я не буду, друзья, отвлекаться на чат, вы там пишите, но я просто буду давать материал, а затем уже, скажем так, какие-то значимые вопросы мы с вами обсудим. Ну, если видите, если коротко, вот как выглядит у меня здесь на слайде, да, то я уже сказала, как только мы с вами открываем свой рот и что-то туда попадает, у нас включается этот конвейер, то есть все это поступает к нам в пищевод, да, по пищеводу доходит до первого сфинктера, называется кардиосфинктер, который открывает нам путь в желудок. Вот, затем у нас с вами пища находится, и вода в том числе, находится какое-то время в желудке. Вот, что там происходит? Там происходит у нас с вами проверка, да, проверка на вирусы, бактерии, вот они там как раз-таки все погибают в этой кислой среде, да, и затем уже должен открыться второй сфинктер, пилорический, да, сфинктер, который должен пропустить все содержимое желудка в нашу двенадцатиперстную кишку, куда выходит сразу проток, общий проток, да, со стороны желудочной железы и желчного пузыря, и начинается уже, собственно говоря, обработка ферментов, настоящие поступают ферменты, начинается обработка нашей пищи, которая уже пойдет по конвейеру в тонкий кишечник, в толстый кишечник. И настолько это сложный конвейер, настолько он работает, зависит друг от друга очень синхронно, настолько это все там происходит, измельчение до самых таких, знаете, молекул и атомов, что должно работать, безусловно, все идеально, но не всегда это получается, мы с вами сами себе будем говорить в этом отношении враги, потому что не соблюдаем простейшие правила, не соблюдаем простейшие правила, не учим этому своих детей, наоборот, мы передаем им нехорошие, да, привычки, ну вот, как, например, старые, одни, знаете, в диетологии сейчас это просто, ну, это постоянная тема, уже даже она не для обсуждения, помните наше первое, второе и компот, да, в садике, когда так подавали, то сегодня, безусловно, никто вам компот не даст, потому что пить после еды нельзя, нельзя, то есть это нужно делать уже минимум через 40 минут после еды, когда в самом желудке пища пройдет обработку соляной кислотой, разбавлять ее нельзя, как только мы, я уже говорила на прошлом занятии, как только мы с вами запиваем что-то водой, запиваем соками, напитками, мы нарушаем концентрацию соляной кислоты, и, конечно, потом, значит, у нас идет образование газов, гниение, вот, и мы бесконечно грешим на продукты питания, хотя в данном случае виноваты не продукты питания, а последовательность их приема. Ну, давайте так, вот, помним о том, что мы рассматриваем продукт Джанес с точки зрения нутрицептики, и вы, именно этим мы отличаемся, да, от, мы с вами ничего не лечим, вот, но нутрицептика помогает нам регулировать, убирать всевозможные дефицитные состояния в организме с помощью БАДов, и в то же время как раз-таки эти вещества способны регулировать все наши обменные процессы. Вот, давайте вначале скажем о том, что, вот видите, как только мы с вами, я уже сказала, да, что-то пьем, это что-то, это вода, безусловно, нам нужна, она не относится у нас к пище, но она нам с вами очень необходима. Почему? Потому что вода – это растворитель, вот, нужно уважать это понятие в организме, вот, вода – это растворитель, она служит этой системе желудочно-кишечного тракта, потому что здесь происходят все наши с вами биохимические процессы, вот, и без нее ничего не происходит, она позволяет нам чувствовать с вами вкус, и она позволяет растворять, в воде растворяется все, понимаете, поэтому вода нам нужна абсолютно, и вы знаете, что без воды человек может прожить гораздо меньше, чем без еды. Почему так происходит? Мы с вами говорили уже в прошлый раз, что у нас с вами показывали, мы рассматривали сердечно-сосудистую систему, и мы знаем, что круг кровообращения у нас замкнутый, и кровь циркулирует, перекачивается сердцем, по артериям, по сосудам, происходит газообмен у нас с вами, да, происходит обмен питательными веществами, и идет вывод продуктов метаболизма, и часть жидкости, естественно, теряется, вот в результате всех этих процессов, и с другой стороны мы вроде бы как… Смотрите, если мы посмотрим вот на воду, да, то вода как раз-таки, она входит в цепочку водного баланса, есть такой водно-электролитный обмен, очень важный у человека, вот, и вот как раз вода не находится в этой замкнутой цепи, как это циркулирует кровь, вот, и мы постоянно эту воду теряем, поэтому очень важно понимать, что жидкость, сама жидкость, да, что такое кровь? Кровь – это растворенные клетки в крови в воде, да, вот мы знаем это как плазму крови, но сама жидкость, в которой вот все это растворяется, она находится не только в сосудистом русле, она находится в межклеточном пространстве, она находится в самой клетке, да, и вот благодаря тому, что существует такой ингредиент в водах, наши с вами клетки поддерживают свою форму и структуры. Когда этой воды не хватает, наши клетки не поддерживают эту форму, они прямо все-таки искушеваются, да, и мы знаем такое понятие, сталкиваемся с таким понятием, как обезвоживание, то есть когда нам не хватает воды, то у нас наступает сразу же нарушение всех биохимических реакций во всех структурах, и мы должны с вами знать, что вода переносит сигналы в организме, где чего не хватает, где чего в избытке, вот жидкость необходима, чтобы шло нормальное пищеварение. И вот посмотрите, какое множество систем в организме поддерживает нормальный уровень жидкости, вот сколько. Видите, везде, где у нас с вами участвует вода. Поэтому давайте рассмотрим вопрос опять, сколько нужно пить. Все, значит, вот я не хочу, чтобы вы повторяли, не думая, например, как очень многие говорят, невзирая на возраст, на вес человека, говорят, пить нужно 3 литра воды в день. Вот, или мне, допустим, клиент говорит, я знаю, что нужно пить 3 литра воды в день. Там 3 литра воды 50 килограмм напротив сидит, понимаете? Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что это очень индивидуально у каждого. Поэтому если прямо сейчас к вам обратился вот человек, который страдает гипертонией, и вы, узнав про важность воды, скажете, что ему нужно пить 3 литра в день, то вы будете способствовать тому, что у него поднимется это давление минимум в 3 раза, потому что вода заполнит все сосудистое русло, давление вырастет, тем более человек не пил столько времени, да? И с другой стороны, такой же точно человек, но он активно занимается спортом, активно у него идет процесс выдыхания, да, высокий уровень метаболизма, то ему 3 литра будет мало этой воды, понимаете? Поэтому, конечно, есть люди, которые уже сообщают о том, что они не испытывают чувство жажды. Вот я когда спрашиваю, первый вопрос, который я задаю, когда слушаю про все проблемы человека, я спрашиваю, говорю, сколько вы пьете чистой воды в день? И очень часто люди, ну, по-прежнему называют жидкость, то есть, которую они пьют чай, кофе. Я спрашиваю чистой воды, чистой воды остается 2 стакана. И из-за этого, как правило, следует такой ответ, а я, мне не хочется пить, понимаете? Вот это уже крайняя степень обезвоживания, потому что, когда в организме у нас проявляется сухость во рту, да, сделать глоток воды, вот если вы чувствуете, что у вас уже появилась сухость, вот знайте, что вы серьезно опоздали, потому что, когда появляется чувство жажды, это уже очень серьезный сигнал от организма того, что он обезвожен. А если он обезвожен, то все процессы обменные, все биохимические реакции уже очень сильно замедлены и остановлены. Поэтому сухость во рту нужно опережать, вот, и не бояться избытка жидкости. Помните, что включится выделительная система, она все это дело у нас с вами выведет. Вот, те, кто уже не чувствуют, что им хочется пить, вот, знаете, как говорят, эти люди уже и не потеют, это уж совсем все плохо. Плохо будет с пищеварением, и они будут жаловаться всегда на желудочно-кишечный тракт. Значит, смотрите, ну, пищеварительная система, она очень сложная, это вам для, так сказать, ну, для понимания, какое количество огромное органов и систем задействовано, почему я сказала, что это главная система, да, вот, и начинается, мы же с вами выяснили, она вот, видите, в ротовой полости у нас с вами, прямо с зубов, с языка, язык начинает уже участвовать, да, в процессе нашего пищеварения, принятия пищи. Почему? Потому что через ощущение вкуса у нас формируются с вами или полезные, или вредные привычки. Мы с вами относимся к всеядным, и я знаю, что очень много есть любителей, которые, ну, все время пытаются вернуться, знаете, в какие-то там года до нашей эры, когда человек занимался только сыроедением. Ну, у нас с вами, понимаете, мы все явные, у нас во рту есть и резцы, как у грызунов, мы можем все с вами грызть, у нас с вами есть клыки, как у хищников, мы можем кусать, да, у нас с вами есть жевательные зубы поверхности, как у всех травоядных, мы можем пережевать, мы все явные. Поэтому у нас есть все ферменты, которые начинают работать, и в первую очередь во рту находится самый главный один из ферментов, называется лизоцин, это наш с вами самый мощный, самый сильный антибактериальный эффект, то есть именно там уничтожается уже вся основная патогенная микрофлора. У всех, у кого очень мало лизоцина не хватает, ну, в первую очередь, это нехватка белка в организме, а во-вторых, это очень слабенькие барьеры, эти люди бесконечно хватают всевозможные там, ну, кишечные инфекции. Поэтому мы с вами все, что запоминаем, мы запоминаем через вкус, у нас с вами работают пищевые рецепторы, задача, чем раньше мы начнем уже ребенка знакомить с пищевыми вкусами, с рецепторами, тем это будет более жизнеспособная осыпь, давайте так назовем. Потому что если мы знакомы только с определенным кругом продуктов и наши вкусовые рецепторы не знакомы, допустим, мы не ели с детства это брокколи и только сейчас услышали, что это очень полезно и начинаем это употреблять, то нам всем будет кому-то очень вкусно это брокколи, а тот, кто начинает это есть впервые, ему будет тому горькое, тому будет вонять, тому будет еще что-то. Почему? Потому что наш вкусовой рецептор, он с этим не знаком, этот запах, да, который обоняние отличает пищу от качественной, некачественной, нам это все не знакомо, и поэтому мы с вами не выделяем даже достаточное количество слюны для пищеварения, хотя мы отлично ее выделяем, если готовится что-то на костре, если есть запах свежеспеченного хлеба, вот с этим мы с вами знакомы. Поэтому организм нам с вами очень часто подает сигналы, каких веществ ему не хватает, и вам вдруг начинает, вы можете испытывать такое состояние, чего-то хочется, но я не знаю чего, и ты ходишь к этому холодильнику, хлоп-хлоп, а там не находится, ты смотришь на привычный набор продукта и не видишь там то, чего тебе хочется, да, и очень часто мы не можем это идентифицировать, поэтому, конечно, если ты никогда в жизни не пробовал устрицы, то, скажем так, организм тебе будет посылать этот сигнал, как ему не хватает этих составляющих непосредственно вот этого, да, продукта, но ты не поймешь, что это будут устрицы, поэтому, друзья мои, старайтесь для, скажем так, формирование хороших запуска своих вкусовых рецепторов, да, старайтесь пробовать, пробовать как можно больше, конечно, там полезных продуктов и не замыкайтесь только на каком-то одном узком питании, это неправильно. Значит, вот, например, такая аминокислота глутонат, которая всем известна, она у нас возбуждает аппетит. Смотрите, как все производители пищевых продуктов этим воспользовались, она у нас с вами входит везде, поэтому любой запах вот этой самой вредной колбасы, чего-то еще мы с вами, что мы чувствуем выделение слюны, нас возбуждается аппетит, поэтому, если, ну, скажем так, вы готовите что-то полезное, но очень плохо это кушает ваши домашние или ваши дети, ну, значит, немножко нужно там чуть-чуть использовать глутонат для возбуждения аппетита. Самое главное, что вы должны знать, что эту аминокислоту добавляют во все вредное, и этот процесс становится неуправляемым, это вредное мы едим. Так вот, видите, в пищеводе, у нас есть пищевод, который, как только мы переживали во рту, почему нельзя быстро жевать и глотать, объясняю, потому что не успевает лизоцин обрабатывать ту пищу, которая поступила, а нужно, чтобы было полноценно обработано всеми ферментами, вот, и мы с вами знаем, что 5-7 секунд процесс пережевывания должен быть. Затем этот помочек у нас идет в пищевод, потом он попадает в желудок, где его встречают, вот, да, абсолютная кислота, там идет, я уже сказала, дезинфекция, бактерии погибают, происходит примешивание других компонентов, чтобы какие-то сложные вещества усвоились, и, собственно говоря, желудок, он идет, идет, начинается именно в желудке расщепление белков, вот, и начинается процесс активной ферментации белков. Смотрите, вот, например, блютен, все знают, да, про этот белок, он сейчас особо вредный прямо, вот такой стал, но, опять же, у кого он вредный? Он вредный для тех людей, у которых он в желудке непосредственно не проходит расщепление, то есть он не теряет вот эти свои функции. А у человека, у которого идет нормальное пищеварение, вот он от этого глютена страдать никак не будет, потому что он, ну, практически будет в этом самом желудке весь уже переработать. Значит, дальше у нас с вами масса ферментов поступает уже в 12-перстной кишке, мы с вами знаем, что это будет идти амилаза, протеаза, липаза, будет выделяться желчь со стороны желчного пузыря, то есть это общий проток, который сливается воедино, и мы знаем с вами, что это 12-перстная кишка, мы с вами знаем, что там идет основное пищеварение, вот, и все это должно работать очень синхронно, друзья мои. Но, опять же, синхронно это будет работать, если мы с вами будем соблюдать правила работы этого конвейера. То есть, если мы знаем, что, давайте так, воду мы пьем за 30 минут до еды, но максимум за 20, никаким вот таким напором, никакими там по 500, по пол-литра мы не пьем, потому что вода проходит по малой кривизне желудка, и если вы выпьете очень много воды, она уйдет в большую кривизну, там, где уже соляная кислота, там, куда поступает пища, и, соответственно, она будет разбавлять вашу соляную кислоту. А нам с вами нужно добиться, чтобы она вот так тоненько пошла по малой кривизне, клапан приоткрылся, и вода ушла-ушла дальше себе в кишечник. Если мы с вами наелись, а желудок, это мешок, вот так два клапана закрываются, да, один возле пищевода, второй возле 12-песной кишки, где мы так закрылись, и вот в этом мешке происходит весь процесс ферментизации. Если мы в этот мешок начинаем хлюпать свои напитки и так далее, то этот мешок стенки желудка растягивается, растягивается, потому что вода тяжелая, и вот этот клапан, который в 12-перстной кишку, да, он начинает под тяжестью стенок желудка приоткрываться, и вот в эту 12-перстную кишку начинает попадать соляная кислота, ее там не должно быть. Вот так мы с вами зарабатываем себе гастродуодениты, гастриты и всевозможные нарушения, затем пищеварения, потому что пища у нас уже обрабатывается ферментами, это щелочная среда в 12-перстной кишке, и кислота туда никогда не должна попадать. Когда идет нарушение работы этих клапанов, мы с вами испытываем состояние изжоги. И вот, кстати, очень многие люди, мы тоже с вами в конце это обсудим, вопрос такой возникает по приему продукта и так далее, вот с этими самыми изжогами. Поэтому давайте все-таки несколько слов буквально, ну это слайд у меня с того, что видите, как разделен наш язык, который различает наши вкусы все, и через эти вкусы мы с вами в нашем мозге формируем образ, что нам нравится, что не нравится, через наше обоняние мы запоминаем, да, и через запах, через нос мы с вами определяем полезный, неполезный. То есть мы можем услышать, если запах нам не нравится, мы же не будем есть ни тухлое, никакое, мы по запаху определяем, что пища непригодная, мы ее все время нюхаем. Если мы на свой нюх не полагаемся, мы начинаем пробовать, правильно? То есть насколько эту пищу можно съесть. Поэтому я сказала, что это очень важно, пищеварение начинается уже с языка, конвейер начинает работать. Ну давайте мы с вами проговорим про самый главный орган, который в этом конвейере, это печень, да? Почему желчный пузырь и печень? Это невероятно важный орган, от которого зависит наше с вами вообще, наше с вами здоровье, да, наша с вами жизнь. Потому что это очень многокомпонентный фильтр печени, то есть она пропускает через себя все по несколько раз одного и того же процесса. И клетки печени, которые называются гепатоциты, они выстроены так, что вот с периферических сосудов кровь вся собирается, да, вот, и она фильтрует вот эти вот определенные фракции. А потом она все это дело выводит в виде секретов, желчные протоки, и все это потом поступает в единый проток в хранилище под названием желчный пузырь, да. Поэтому, смотрите, печень – это орган, который, клетки которого очень быстро делятся, она очень быстро с одной стороны регенерируется, вы сами знаете это, да, вот, но если эти клетки не формируют, вот так, как они должны себе представлять определенную структуру печени, а если кто-то из вас сделал УЗИ, то вы всегда читаете заключение, там конкретно описывается структура вашей печени, да, то эта печень, несмотря на свой объем, несмотря на свою массу, не может выполнить ту функцию, понимаете, которую она должна выполнять. И наша с вами задача – понимать, что в этом конвейере нужно вообще в своей жизни, вы должны постоянно следить и ухаживать за своей печенью. Ну, знаете как, в основном мы с вами привыкли говорить про холестерин, но мы с вами забываем о том, что наша с вами печень регулирует все, гормональный баланс в том числе, ну и так далее. Значит, вот, смотрите, основная часть нашей с вами жилдыша кишечного тракта, она кровоснабжается артериями, а вот венозный аппарат, он устроен достаточно сложно. То есть, смотрите, еще раз важность печени, все абсолютно вены, ну, за исключением рта, пищевода, прямой кишки, абсолютно все остальные вены, они идут у нас с вами в печень, да, то есть все собирается в печень, а вы знаете, что венозный отток, он собирает все, это уже фильтр, то есть все то, что уже отработано. Поэтому, вот все то, что мы с вами усваиваем, получаем, все полезное, оно должно пройти несколько, представляете, вот несколько модификаций, и все это бесконечно возвращается и собирается в печень. Вот, например, белки, вы знаете, что они расщепляются до аминокислот, жиры они расщепляются там до глицерина, до свободных жирных кислот, и основная роль нашей печени – это из всего что-то синтезировать, синтезировать, то есть она из первичных молекул собирает и синтезирует то, что нам с вами необходимо. Именно она знает, что у нас недостача гормонов, да, например, возьмем применопаузу, именопаузу, именно печень уже знает, что у нас не хватает, да, эстрогенов, или у нас чего-то излишек, это нужно разрушить, чтобы не допускать ненужную нам стимуляцию. Вот это, всю эту работу выполняет наша печень. Она синтезирует огромное количество белков, она, благодаря нашей печени, мы держим с вами свое давление. Я вам в прошлый раз говорила, смотрите свою перфузию, да, перфузионное давление, разрыв. Если у вас, допустим, 140 на 90, то разрыв идет 50. И в первую очередь, чтобы заниматься таким давлением, нужно делать очень простую вещь. Не бежать, не спрашивать, какой мне надо там продукт пить, у меня гипертония, а что мне нужно сделать для своей печени и знать продукты, которые вы примените, потому что вот это давление держит наша с вами здоровая печень. Ну и она поддерживает наши все оптимальные показатели крови. Ну вот смотрите, что касается лекарств и таблеток, да, что касается лекарств и таблеток. Вот если вы почитаете внимательно инструкции, то вы увидите там все практически эти ответы. Ну первое. Вы знаете, что большое количество лекарств не было выпущено, будут разрабатываться, не будет выпущено, потому что в первую очередь они проверяются по действию, как быстро инактивируют печень составы этого лекарства. Дело в том, что мимо печени ничего не пройдет. Она просто выключит, вырубит составляющие этого лекарства, но не будет действовать на наш организм. Но тут еще вопрос, конечно, большой, потому что о вреде и пользе лекарств почему заключается? Потому что, понимаете, все большее количество в себе лекарственных препаратов включает такие элементы, которые просто вырубают функцию печени. И мы с вами прекрасно знаем страшные последствия. Ну вы, кто не знает, будете знать. Но страшные последствия диклофенаковой группы, а у нас любителей огромное количество, которые чуть что у него заболела поясница или что, они сразу пьют этот диклофенак, и врачи назначают препараты диклофенаковой группы. Но я считаю, что если, вы знаете, нет больше такого официального разрешенного препарата, чтобы убить свою печень, то, пожалуйста, нужно, конечно, сразу же принимать все вот эти группы лекарств. Поэтому новые лекарства, они оцениваются в первую очередь, насколько быстро печень их преобразует, понимаете. И в лекарстве вы всегда проверяете, насколько данный препарат, допустим, на сколько процентов он связывается с белками плазмы крови. Если вы прочитаете, что он связывается на 20-30%, я вам сразу могу сказать, можете не покупать, это неэффективное, допустим, лекарство. Если процентов 90%, то это так. Но опять же, связывается с белками крови плазма – это хорошо, а последствия для печени – это очень плохо. Вот вам еще один ответ на вопрос, падали лекарства. То есть почему мы, по сути, когда пытаемся что-то лечить, мы, ну, фактически мы убиваем самую важную систему, которая у нас в организме отвечает за все. Если у нас с вами имеется нарушение кровообращения, например, сердечно-сосудистые, да, вот, то вы должны помнить, что нарушение кровообращения в желудочно-кишечном тракте существует такие же, как и со стороны сердца. То есть объем в этом случае протекания крови через, допустим, кишечник, да, он будет тоже низкий, так же, как и при ишемической болезни сердца сниженное потребление миокардом крови. Он будет низкий, и, соответственно, человек будет получать меньше полезных веществ, и все это будет меньше усваиваться в тонком кишечнике. И смотрите, что получается. На самом деле у человека будет дефицит питательных веществ, да, вот, а не факт, что у него будет проблема пищеварения, которые будут лечить, понимаете, это на самом деле будет дефицит. Поэтому 90% людей, когда начинают принимать БАДы, вот кажется, да, с точки зрения доктора, какие-то минералы, которые, ну, чего там такого уж важного в этих минералах, это же не лекарство, но он получает эффект больше, чем он принимает лекарства, понимаете, потому что вот в этом случае как раз-таки, ну, его жалобы, симптоматика были вызваны вот этим самым дефицитом питательных веществ. И вы помните, что, скажем так, печень утилизирует, ее задача обезвредить все наши, будем говорить, ну, вот эти отходы, упаковать их, и все это поступает к нам с вами в желчный пузырь, вот, и, соответственно, получает сигнал к открытию. У нас есть с вами вот часто такая проблема, как загиб, перегиб желчного пузыря, желчекаменная болезнь, да. Ну, во-первых, желчный пузырь – это очень чувствительный орган, я уже сказала, в желудочно-кишечном тракте там нервная система, это очень сильно развито, и как только что-то случается с этим органом, мы сразу с вами чувствуем боль. Поэтому, понимаете, камни в желчном пузыре – это уже итог некого процесса. И мы должны с вами знать, что печень, она все время руководит нашими с вами обменными процессами, она выводит, допустим, остатки холестерина, ненужные нам, она их выводит в желчь, она упаковывает это в желчь, и поэтому 80% камней, они состоят, конечно же, из… холестериновые камни. И врачи часто очень говорят, что эти камни не поддаются никакому лечению, вот только прямо операции, оперировать нужно. Вот, поэтому если у человека, ну, есть билирубиновые камни, с этими бороться проще. Поэтому, смотрите, если у человека, скажем так, нарушение фракции холестерина в крови, вот, то, соответственно, очень многие заболевания уже будут вызваны именно вот этой причиной, вот, и мы с вами знаем, что желудочно-кишечный тракт – это практически зеркало всего организма, да, зеркало всего организма, поэтому что мы с вами должны делать? Мы должны знать, как эффективно воздействовать на эту систему. Вот. Самый большой у нас с вами по протяженности дальше нашего конвейера отдел желудочно-кишечного тракта – это тонкий кишечник, и сегодня уже, знаете, ну, я не знаю, как бы, кто это считал, как считал, но данные такие везде в медицине официальные, что вот эта поверхность для всасывания, если тонкий кишечник вот разложить, да, со всеми его там ворсинками и так далее, то это будет площадь футбольного поля, да. И представляете себе этот размер, вот, и это все работает вообще внутри нас. Поэтому что есть у нас, да, тонкий кишечник, там имеет, потому что там происходят все нюансы нашего пищеварения, там находятся все транспортные белки, которые начинают транспортировать, да, питательные вещества, а там происходит захват белков, жиров, углеводов, витаминоподобных веществ, и тоже их транспорт, да, здесь огромное количество нервных окончаний, здесь идут лимфатические сосуды, вот, и у кишечника есть и своя нервная система, которая регулирует его перистатику. И вы сами прекрасно знаете, что мы все на это реагируем, потому что вот некоторым людям стоит поволноваться, у них начинается, как я всегда шучу, медвежья болезнь, у человека возникает резкий позыв в туалет, он бегает, у него прямо расстройство, да, то есть вот вам как работает перистатика кишечника, которая связана с нервными окончаниями, вот. И самое главное, вы должны знать, что в тонком кишечнике происходит пристеночное всасывание, вот, и молекулы, которые вот недопереварены по всей вот этой вот протяженности желудочно-кишечного тракта, они происходят, вот здесь как раз их окончательно происходит расщепление и усвоение. Поэтому задача кишечника усвоить все полезное, он прям стоит насмерть и не пропустить нежелательное в себя, да, то есть не дать этому всасываться в организм. У кишечника, безусловно, работает функция всасывания, и у кишечника есть гладкомышечные волокна, которые способствуют продвижению пищи, перемешиванию лучшей пищи с ферментами, вот, и еще лучше усвоение этой пищи. Поэтому сегодня такой бич, да, существуют официальные диагнозы, которые озвучивают, это синдром дырявого кишечника, да, это тогда, когда, вот, собственно говоря, эпители кишечника не прилегают к клетке плотно друг к другу, и постоянно, ну, просачивается то, чего не должно быть, идет плохое усвоение питательных веществ, и, соответственно, у человека развивается там множество всяких заболеваний. Вот, например, если у человека есть дефицит мышечной массы, вы знаете, смотришь на этот человек, и сразу понимаешь, что он весь высохший такой, да, то вот у него, это называется саркопения, то, соответственно, у него будет происходить такая же ситуация в кишечнике, то есть мышц кишечника, перистатики тоже будут намного меньше, идет плохое усвоение питательных веществ, и причина, вот, недостаточное количество мышечной ткани, тоже этот человек должен начинать регулировать свое питание, принимать правильные БАДы. Ну, и несколько слов по поводу холестерина. По поводу холестерина, значит, вы знаете, что холестерин – это очень хорошее, нужное вещество, из него синтезируются наши с вами половые гормоны, гормоны надпочечников, да, и вот неправильный баланс форм холестерина, он приводит, естественно, к серьезным поражениям, уже то, что мы с вами знаем, сердечно-сосудистая система и той же гормональной системы. Вот мы с вами с возрастом, с молодым получаем 40% холестерина из пищи, а вот уже зрелый возраст получает 60-80% холестерина, уже синтезируется у нас с вами самой печенью. Задача печени – держать баланс хорошего и холестерина высокой плотности и низкой плотности. Понимаете, поэтому я сказала, что печень – это фильтр, через который все гоняется много-много раз. Ну, например, когда молекула жировая попадает в лимфатическую систему, да, то она затем попадает в кровоток, она распадается на отдельные жирные кислоты, она попадает в печень, и она уже синтезирует то, что ей надо. А что надо, она определяет. Это может быть глюкоза, которая нужна, это может быть нужен какой-то предшественник гормона, понимаете. Печень должна упаковать и доставить холестерин в другие органы, где он нужен. И, собственно говоря, вот эта упаковка холестерина, мы знаем его как по вот этим фракциям высокой плотности и низкой плотности. Мы можем померять этот баланс, то есть дать свои анализы и знать этот свой баланс, понимаете. Поэтому, скажем так, фракция, которая поступает из печени в другие органы, упаковывается, да, это у нас холестерин будет высокой плотности, избыток холестерина, который отправляется на утилизацию, это низкой плотности. Поэтому, если вы видите, что у вас фракция низкой плотности в анализах выражена больше, чем высокой, значит, соответственно, смотрите, в первую очередь, первое, это свое питание. Вот вы, очевидно, много употребляете, у вас избыточное поступление сахара, из которого вот печень, скажем так, синтезирует, да, еще больше холестерина. Возможно, мучных продуктов, очень большие перепады, ну, в приеме нужных вашим продуктам, нужны правильные принимать БАДы. И в первую очередь нужно регенерировать и позаботиться о своей печени. Вот так регулируется холестерин. Но в медицине у нас с вами это просто идет назначение статинов, и никто, никакой доктор не будет интересоваться ни вашим питанием, ни всем остальным. А что в первую очередь важно? Понимаете, кто там назначит статин, а мы с вами знаем, что в первую очередь мы порекомендуем, у кого нарушение вот этого, значит, плохого холестерина, запомните, в первую очередь мы порекомендуем клетчатку, вот, и ее самая важная роль, а вы знаете, где у нас клетчатка, это БАЛАЙФС, да, самый первый представитель, то ее самая главная роль, вот она в просвете, да, кишечник, она является естественным биологическим сорбентом, и она этот избыточный холестерин поглощает, не дает ему усваиваться, да, и таким образом регулирует его уровень крови. Поэтому у нас с вами еще есть толстый кишечник, да, вот, и раньше считалось, что, ну, в принципе, тут идет только сасывание воды, вот, но сейчас только открыто всего по поводу толстого кишечника, один только состав микробиоты, чего стоит, что толстый кишечник наш вообще перемещается на заслуженное почетное место, которому нужно уделять сегодня самое главное внимание, мы с вами поговорим об этом, ну, позже. Поэтому давайте сейчас, вот наш конвейер, да, вы знаете, что заканчивается работа нашего конвейера уже нашим анусом, когда, скажем так, выходят продукты переработки, вот, и этот конвейер мы с вами бесконечно что-то пьем, что-то грызем, этот конвейер, он работает, не останавливается, то же самое ни на минуту, ни на секунду. Поэтому многие люди сделали вывод и пропагандируют это активно на основании вот всего факта, что, значит, ну, во-первых, там нужно, как всегда, что-то чистить, я уже говорила, многие по поводу чистки сосуда воспринимают, я всегда спрашиваю человека, как вы собираетесь чистить сосуды, как вы представляете эту картину, да, вот, ну, знаете, многие так и говорят, тот, как примерно, ёршиком, да, вот так, унитаз почищу, так и сосуд свой будет блестеть. Вот точно так же представление идёт об очистке желудочно-кишечного тракта и печени в том числе. Вот, поэтому, давайте мы, вы должны разбираться, понимать, что это за процесс, иначе вы будете то же самое, вам ваши клиенты будут рассказывать всякую ересь, и вы будете им ещё, ну, как бы, этому способствовать или это повторять. Значит, в первую очередь чистка – это понятие очень устаревшее, друзья мои, вот, и, знаете, вот люди как понимают, ну, возраст или ещё, молодые про это, они говорят, да, откуда я молодой, а старшее поколение говорит, значит, накопились токсины, шлаки, нужно почиститься. Вот люди всё понимают очень буквально, понимаете, каловые завалы, камни, они считают, что это можно почистить, да, хотя, когда это слышит доктор, он говорит, боже, ни в коем случае. То есть, ну, в нашем понимании, конечно, правильно сказать, что почистить что-то, да, очищение – это избавить организм от чужеродного, да, и в первую очередь организм нужно избавлять от бактерий, от вирусов, от грибов, от простейших, да, там, паразитов, от опасных химических соединений, от тяжёлых металлов, вот это избавление от чужеродного, друзья мои, да, вот, и поэтому вы должны знать, что правильное понятие называется это детоксикация, то есть это естественный процесс, значит, нашей с вами биотранформации токсинов в организме, это называется детоксикация, и у нас для этого есть свои системы. А детокс – это всего лишь сокращённое сленговое название детоксикации или такой маркетинговый ход. И очень многие компании строят на этом продукт, на этом детоксе, продавая там смузи и прочие всевозможные вещи, которые, ну, по большому счёту к этому не имеют никакого отношения. Но мы с вами об этом поговорим. Всё, что человек чувствует, он чувствует какое-то некое облегчение. Ну, знаете, облегчение можно почувствовать достаточно легко. Не покушайте 12 часов, и тоже будет облегчение. Но это не значит, что вы в своём организме сделали детокс. Вообще это не имеет к этому никакого значения. Поэтому этот сленг употребляется. Ну, чтобы мне не произносить очень долго слово детоксикация, мы все привыкли говорить детокс. Ну, сегодня на нём построен целый маркетинг, и, понимаете, и люди, прослушивая эти ужасы про желудочно-кишечный тракт, они, ну, значит, выбирают, бегут вот покупать эти продукты, эти детоксы, появились понятия детокса осени и весна. И вот мы там все вот это чем-то вот этим занимаемся. Ну, ну, это просто вот говорит о том, что человек не совсем вообще разбирается в этих процессах. Ну, и есть очищение, да, то есть это, что это такое? Это избавление организма от шлаков, от токсинов, когда, в общем-то, мы свои полостные среды промываем. Так вот, ещё раз хочу сказать, в чём разница. Детоксикация у нас с вами в организме, она проходит естественным образом, и она проходит у нас с вами постоянно. И в чём её задача? Вот эти все липофильные молекулы, они должны превращаться в гидрофильные. То есть, что это означает? Это то, что растворимо и выводимо водой. Вот опять возвращаемся к началу нашего с вами занятия про важность воды. И вот организм, все наши с вами токсины, он выводит с этой жидкостью. Если у человека этого не хватает, он по-любому уже будет находиться в процессе какой интоксикации, постоянно хронической. Значит, где у нас эти жидкости концентрируются? На чём? С помощью чего организм выводит? Да, это пот, это кал, это моча, это желчь. И нам важно, чтобы эти токсины, они растворялись в воде, и они выводились. Поэтому все жирорастворимые токсины упаковываются в печени, и они выходят именно с содержства желчи, понимаете? Поэтому это самое опасное место, да, у нас и печень, и у нас с вами желчный пузырь, почему нам нужно за этим следить постоянно. Вот там жирорастворимые, все остальные водорастворимые токсины, и они выводятся, здесь уже, конечно, под нагрузку попадают наши с вами почки, ну и остальные системы. Поэтому, смотрите, процесс мы с вами знаем, преимущественно весь детокс идет в печени, тут даже не надо вообще 7 пядей во лбу иметь, чтобы это запомнить. И в основном все токсины мы с вами получаем из своей тарелки, из своего, ну, образа жизни, да. То есть, все, что мы поели с этой модной теклоновой сковородки, мы из этого теклона токсины получили, попили с пластиковой бутылки, где вода у нас с вами хранится часто на солнце, везде это токсины получили, нитраты, пестициды, загустители, красители, все это, вы знаете, прекрасно, это наполняет нас токсинами. Косметика, вся бытовая химия, вот она вам, да, этот запах, эти лаки, краски для волос, все это токсины, поэтому в организме существует, естественно, вот этот процесс, который я уже сказала, это детоксикация. Теперь второй процесс, который нам усиливает с вами интоксикацию, это свободные радикалы. Мы этого вообще, образование свободных радикалов, мы вообще не можем этого избежать, потому что это наш с вами естественный, да, процесс, процесс образования свободных радикалов, вот, и вы знаете, что это такое, это тогда, когда вот этот радикал, да, он имеет один электрон, и он идет, и он на своем пути, он забирает этот электрон в себе до пары от всего, все, что встречается у него на пути. Все, что встречается у него на пути, это наши с вами клетки, и эти клетки, они, естественно, ну, он нарушает целостность этой клетки, и таким образом она уже сама по себе становится уже мишенью для нашей с вами иммунной системы. Поэтому детокс, я сказала, это сленг, вот, и по факту детокс к избавлению от патогенной внутренней среды имеет, ну, скажем так, мало какое отношение, я имею в виду все, что люди к этому детоксу относятся. Значит, какие мы знаем методы очищения, и которые совершенно, ну, скажем так, имеют косвенное отношение к детоксикации совершенно, давайте не путать очищение полостных сред, ну, вот это все знаменитые клизмы, там, всякие чаи травяные, смузи, тюбажи, причем эти тюбажи мало кто вообще знает, как правильно делается, в основном это такие слепые зондирования, да, желчного пузыря, когда мы сами выпиваем водичку, ложимся на правый бочок, да, на теплую грелочку, вот, кто-то магнезию знает, что нужно выпить, и таким образом там через, там лежит 30-40 минут и бежит в туалет, ну, и, соответственно, желчный пузырь на сфинктер желчного, на магнезию срабатывает, он расслабляется, желчный начинает выходить, и, собственно говоря, ну, какой-то сброс желчи идет. Да, это, безусловно, хорошо, но, опять же, к детоксикации не имеет тоже мало какого отношения. Ну, дальше пошли во все тяжкое, да, в сыроедение, в голодание, вот я уже сказала, все эти соки, смузи и так далее. Это не самые наши с вами правильные здоровые методы, и хочу сказать, что они имеют много побочных эффектов. Ну, вот, существует миф у нас, да, про очищение, что многие люди, ну, достаточно, вот, поддержать печень свою, процесс детокса уже наладится, вот, многие продают компании детокс-программы, вот, и вот прямо это тоже все очень хорошо, ну, и очищение организма делается быстро, вот, вот это определенные такие неправильные наши понятия. Поэтому, смотрите, у нас с вами существует, первое, что мы должны знать, что в нашем кишечнике существует микробный, да, называется это микробный пейзаж, ну, разнообразие микробное, давайте так называем. И первое, допустим, очень сильно уже о своем кишечнике и о процессе детоксикации должны заботиться, безусловно, все люди, которые перенесли какие-то заболевания печени, да, там вообще, скажем, там, имеют те же дискинезии, люди, которых удален аппендикс. Аппендикс – это главный орган иммунной системы, который в кишечнике контролирует популяцию всевозможной микробиоты. То есть, как только в наш кишечник попадает какая-то, ну, будем говорить, посторонняя, да, бактерия, она сначала, это, ее популяцию будет контролировать сам аппендикс. И у людей, у которых это удаляют, это был очень мощный хронический воспалительный процесс в кишечнике начался, и с этого момента там, безусловно, по микробиоте, анархия, мать порядка. Поэтому эти люди вообще должны не курсами что-то принимать, они вообще должны это ввести в свой постоянный рацион, да. Ну, например, я говорю о том же Баолайфе. То есть, нужно постоянно давать клетчатку. Для чего? Потому что клетчатка нам с вами нужна нашим бактериям, вот этим полезным, которые должны заселять 80% нашего кишечника, понимаете? Вот. Собственно говоря, грубая вот эта растительная пища нужна этим бактериям. Вот. И как только мы начинаем употреблять клетчатку, которой у нас не хватало, да, то как бы эта микробиота начинает давать сигнал, что клетчатки больше, соответственно, нам надо ее перерываться, значит, нам же нужно и размножаться. И как бы они увеличиваются, но слизистые начинают увеличиваться. Поскольку я вам сказала, что слизистая кишечника – это размер футбольного поля, вы должны понимать, что там вообще нет никаких пустых мест. Здесь живем, здесь не живем. Это заселено всем на свете, всеми обитателями, понимаете? Там идет война за это место на слизистой. И постоянно флора там бактериологическая, там вирусная, я уже сказала, все они ведут вот эту вот войну с нашими бактериями за эту среду, за эти квартиры, где обитательная слизистая кишечника. Поэтому чем больше там патогенной будут находиться флоры, тем хуже будет наше с вами здоровье. И поэтому мы знаем такую норму, что в основном говорят 30 грамм клетчатки. Так вот, на самом деле, сегодня норму подняли наши уважаемые нутрициологи – 40-50 грамм, понимаете? И вот когда человек делает клизму, он там почистит какой-то участок этой кишки, но в целом вообще ничего не поменяется. Ну, кроме того, что будет вымыта еще и вот эта микрофлора. Поэтому у нас с вами работает система определенной биотрансформации, самое главное семейство, ферменты семейства глутатионов этой, которые, если вы хотите дать поддержку своей микрофлоре, и особенно если человек кушает мало белка по различным там своим каким-то уже убеждениям, то знайте, что глутатион – это одна из важнейших систем нашей с вами печеночной детоксикации. И процесс детоксикации, он не быстрый, он идет 2-3 месяца. Когда мы с вами сталкиваемся с функцией синдрома раздраженного кишечника, с запорами и так далее, то здесь еще и психосоматика очень сильно работает. Поэтому на этот процесс нужно отпускать несколько месяцев, а не покупая банку Балафа, сразу задавать вопрос, а сколько мне этот… Нет, вот так задают вопрос. А мне хватит этой баночки? Ну, конечно, не хватит этой баночки. Тогда следующий вопрос. А сколько мне нужно пить таких баночек? И вот здесь вы, друзья мои, не знаете ответ на этот вопрос. Отсюда и продажа. Я надеюсь, что вы теперь будете знать, сколько нужно пить, мы с вами рассмотрим. Ну, что еще? Значит, смотрите, что у нас, о каком очень часто воспалении речь идет в организме. Если вы внимательно слушали презентации, которые я безумно… Я представляю, как безумно сложно делать нашим докторам и Кристиану Дропу и всем презентации, чтобы на обычном языке донести до людей, которые сидят в зале, важность компонентов продукта и насколько эффективно он работает. Потому что вот они очень часто употребляют такое понятие, как воспаление, и люди не понимают. Ну, мы же под воспалением как с вами привыкли? Мы привыкли понимать, например, что у нас температура, да, что у нас когда что-то болит. А когда идет вот такой скрытый для нас хронический воспалительный процесс, мы не понимаем, что это значит. Мы его не видим, потому что мы не ходим и не сдаем никакие анализы, ни на обследование. Поэтому, смотрите, воспаление всегда начинается из-за кишечной проницаемости, из-за нехватки нашего с вами, нашей количества микробиоты. Вот. И по сути, смотрите, мы с вами кушаем одни и те же продукты, да. Мы готовим разные блюда, но продукты одни и те же. И вот мы с вами не знаем, что какой-то продукт у нас может не расщепляться до конца. Эта крупная молекула проникает через стенку кишечника, попадает, естественно, в наш кровоток, и там уже при моменте проникновения иммунная система начинает проверять каждого, да, каждого, кто же попадает. И вот в этот момент, когда она видит, что это не совсем то, что нужно, то есть большая какая-то молекула, то начинается атака, то есть выработка идет антител. И если человек в течение дня несколько раз кушает этот продукт, то он бесконечно провоцирует свою иммунную систему. Со временем, безусловно, это может привести к появлению аутоиммунных заболеваний, там, болезней крона и так далее. И если вы сталкиваетесь с тем, что у вас есть проблемы, которые, скажем, вы бы хотели решить, это всевозможные какие-то после еды неприятные ощущения, издутие там и так далее, вот, то в первую очередь, с чего вам нужно начать, не просто, скажем так, вот бездумно присоединять продукт. Продукт мы будем с вами присоединять, а кто-то у нас включился с камеры, слушает внимательно, то вам, да, ну не знаю, кто, сеточка. У нас все в порядке с комнатой, да? Да, да, да. Я просто вижу от молодого человека, думаю, что там нужно уступить камеру, или что у нас сейчас происходит, или только я вижу его. Нам нужно с вами сделать очень простые вещи, то есть начните с ограничения приема каких-то очень ограниченное количество продуктов, вот, и через неделю ограничения добавляете постепенно, то ли какой-то овощ, то ли, допустим, какое-то мясо, и смотрите на реакцию своего организма. Если у нас все в порядке, то есть антитела не выстрелят, да, вы не почувствуете каких-то там сыпей и так далее, то значит все в порядке. И вы таким образом можете естественным образом посмотреть, что же у вас усваивается, что не усваивается. Ну, смотрите, то есть мы с вами должны что делать? Смотреть, когда у нас в организме, как проявляется уже интоксикация, то есть когда нам нужно начинать беспокоиться. Очень часто после приема какого-то продукта может даже пойти, извините, вода с носа льется, да, вот, перши в горле, это слизистые, допустим, да, у нас могут воспалиться, голова начинает болеть, вот, и так далее. Поэтому мы с вами должны сразу понять, вот, при вот этих всех симптомах, которые сейчас у вас на экране, мы должны понять, что мы имеем какие-то уже, скажем так, неприятности, да, с пищеварением, и нам нужно срочно уделить внимание своей печеночной детоксикации. Как это нужно с вами сделать? Как это нужно с вами сделать? Ну, во-первых, рекомендую вам сдать анализы, да, хотя бы раз в жизни, вы помните о том, что у нас люди есть обследованные, не обследованные, плохо обследованные, поэтому сдайте хотя бы раз в жизни свои печеночные пробы, посмотрите, что у вас там происходит, да, и это первое, вот на вашем, на слайде сейчас эти анализы, и вот посмотрите, тот анализ, о котором вообще мало кто знает, и почему, потому что, ну, мы с вами в основном привыкли, наверное, пользоваться услугами, там, семейного врача, и, ну, это, конечно, уже, скажем так, скорее всего, это дело гипотолога, поэтому у нас с вами есть такой комплексный анализ, называется, для нормального функционирования детоксикационной системы, он так и называется. Что в этот анализ входит? Что вы увидите в своем анализе? Вы увидите перечень, вот видите, вот этих элементов, молиден, сироцинк, магний, железо и группа вот этихся витаминов, и вот вы поймете тогда, что, какой у вас чего там дефицит, и насколько детоксикационная система вашей печени находится то ли в боевой готовности, то ли это называется, здравствуй, ужас, я пришел, да, видите, так кто же на самом деле в организме играет, какое лекарство мы с вами ищем, почему люди начинают бездумно глотать, и спрашивая, что с печенью, да, есть проблемы, да, там гепатит, ну и что, да я там, значит, эссенциали пью, да я еще что-то, да почему вы решили, что нужно пить эссенциали, почему, понимаете, вот люди имеют, ну, вот просто какую-то привычку, да, кто-то пил, и я попью. Вот такие элементы играют. А если кто-то из вас уже достаточно продвинутый, уделял внимание нашим продуктам, то вы знаете, что практически сейчас перед вами находится состав АМПМ, согласны? Вот он, так понимаете теперь значение продукта, комплексное, назначение АМПМ, я его просто обожаю. У нас с вами самый эффективный способ выочистки, то есть, да, это срабинтой клетчатки жидкость, ну, жидкость мы с вами уже знаем, какую нужно пить воду, да, Баалаев у нас с вами есть, который же является хорошим срабинтом, поэтому помните о том, что кишечник это клетчатка, вот, и начинать нужно с нее. Если пьем мало воды и будем употреблять клетчатку, то возникнут запоры. Можно, конечно, попить минеральные воды, например, вода, донат с магнием, это прекрасный источник магния, но любая минеральная вода содержит в себе много солей, она может вызывать задержку жидкости. И в первую очередь мы должны понимать, что у нас с вами, что еще, да, прежде чем наладить отток желчи, что мы еще должны помнить при нашем работе конвейера, что у нас есть лимфатическая жидкость. И лимфа, это канализация нашего организма, она везде течет, то же самое, как и надо, и она везде собирает токсины, несет их к соответствующим органам, где они должны выводиться. Поэтому первое, что вы можете сделать, если вы сами захотите делать хороший детокс, с продуктами Джанесс, сейчас я вам покажу эти схемы приема, пожалуйста, сделайте еще лимфодренажный ручной массаж. Он вам очень сильно поможет, особенно для тех, кто пил и пьет мало очень воды, но пьет, много пил чая, кофе. Запомните, что чай и кофе идут по пищеварительному тракту. Они не идут как вода, с тонкого кишечника сразу лимфотоп. Они подлежат расщеплению, потому что это физиологические такие растворы. И когда, кстати, этот чай, кофе наш с вами идет, то он образует такие некие водные карманы. Если мы еще чай пьем со сладеньким, как мы это привыкли, то в этот момент у нас начинает расти избыточная жировая ткань. И это тот самый знаменитый целлюлит. Как организм на него реагирует? Когда вдруг начинает что-то расти неконтролируемое, то организм начинает воспринимать это как потенциальную угрозу, как онкологию. То есть какая-то нездоровая история получается, где-то что-то очень сильно увеличивается. Что он делает? Организм всегда начинает ограничивать эти места, понимаете? То есть не давать туда доступа к крови. И таким образом на этом месте начинает образовываться фиброз, фиброзная ткань. Вот эти участки кожи срастаются между собой. Это целлюлит. Поэтому если мы уже хотим полностью запускать детокс к продуктам, то запускайте лимфодренажный массаж. Они, как многие женщины, при этом учатся делать антицеллюлитный массаж. Поэтому сначала лимфодренажный. Ходить нужно 10 тысяч шагов в день. Начинать пить много вот той воды полезной, хорошей, которую я вам показывала, приборчики. И в первую неделю вы будете носиться в туалет и кричать, что я только ничего не делаю, только бегаю и писью. Вот это совершенно все правильно. И многие люди, когда начинают программу детокса всего лишь неделю у нас на системе ЗЕН, то многие чувствуют, что они становятся плохо себя чувствуют. У них там они бедные, несчастные, и вообще скоро умрут. Так вот, друзья мои, кто такие ощущения испытывал, это означает, что из жировой ткани выходят токсины. Организм не может их превращать сразу в растворимую форму, ему нужно куда-то их засовывать. Вот самая у нас с вами ткань, которая дает самую большую интоксикацию в организме, мы носим ее в себе, это жировая ткань. Вот, поэтому, значит, мы с вами, как начинаем, да, работать со током желтия. Первое, это ЗЕН-ПРАЙМ. Это самые лучшие желчегонные, скажем так, вещества, которые существуют, это вот экстракт корня дуванчика, да, расторопша, молочный чертополох, и плюс сюда входит смесь пищеварительных ферментов. ЗЕН-ПРАЙМ принимается длительно. Кому рекомендуется? У всех, у кого есть такое понятие, написано, да, после УЗИ, как дискинезия желчеводящих путей. Люди, которые имеют хронические гепатиты, которые перенесли Боткина, у которых есть повышенный вес, кто-то борется с ожирением, понимаете. Помните, что это люди автоматически попадают в интоксикацию, и ЗЕН-ПРАЙМ дает великолепный антипаразитарный эффект, вот, ну, особенно в тех паразитах, которые касаются лямблей. Дальше. Если мы говорим с вами о детоксе организма, да, то есть вы хотите начать с детокса, или человек вам обращается, клиент говорит, да ничего я пока не хочу, вот я бы хотел просто детокс. Что у вас есть по детоксу? И наш консультант может сразу, знаете, замереть в позе страуса, а кто, что у нас там есть по детоксу, и просто там сказать, или балайф, да, или что. То по детоксу я сказала, смотрите, я вам показывала, с какой стороны у нас сегодня вы узнаете продукта АМПМ. Вот этот анализ на состояние детоксикационной системы печени, это фактически состав АМПМ. Поэтому вы должны в первую очередь рекомендовать комплекс. Это, безусловно, Zen Prime, безусловно, балайф. Вы помните, что это нужна клетчатка кишечнику, да, в первую очередь, и пойдет сразу же естественное снижение уровня вредного холестрина в крови. Это балайф работает как великолепный абсорбент еще. Обязательно ревитаблю, обязательно АМПМ, да. Но АМ, вы должны знать, что если перед вами гипертоник, то пока ему АМ нельзя рекомендовать, а остановимся только ПМ на ночь, две капсулы при сне. Потому что АМ очень мощно работает с кровообращением, и, соответственно, у человека, у которого не готовы системы к этому, да, он уже гипертоник, может подняться немножко давление. Поэтому через пару месяцев там спокойно будет приниматься АМ. Но вначале нельзя этого делать. Для детокса печени, какие важны наши продукты? Это вообще вот просто классика, понимаете. Гипотологи, когда видят этот состав, тут вообще сказать нечего, друзья мои, нечего. Ну, они, может быть, не продают продукты Джанес, а будут рассказывать о других продуктах, которыми они занимаются. Но это не значит, что если вы не услышали от гипотолога значения продукта Джанес, что значит надо брать что-то другое. Ни в коем случае. Это наилучший состав. Это просто наилучшие нутриенты. Значит, смотрите, для детокса печени, что важно, клетчатка минимум 8,8 грамм в сутки. Мы с вами знаем, что у нас порция Ба-Лайфа 2,9 содержит. Ну, соответственно, мы знаем, что уже принимать 3 раза. Дальше. Два вещества, которые нужны, это холин и инозитол. Холин у нас с вами содержится в фи-Ните. Поэтому я еще раз хочу сказать, что это настолько мощные препараты. Там такая заложена в них сила воздействия на организм. Это трудяшки, потому что принимая этот... Вот многие люди сначала детокс будут делать, потом лечить свою сердечно-сосудистую систему, восстанавливать, а мы с вами будем делать все сразу. То есть и детокс, понимаете, и восстановление поврежденного органа, и регенерацию печени, и убирать, восстанавливать ткань сердца, где, скажем, уже какие-то есть рубцы, там микроинфаркты были. Все будем делать, потому что состав комплексный. И вот смотрите, холин, да, он просто работает с гепатоцидами, а особенно, если перед вами человек, который принимает лекарственную терапию, ее нельзя отменять. Ну, ее отменять нельзя, но нужно обязательно, чтобы в составе шелфи-Ните. Иначе я вам показывала, к чему это приведет, да, со стороны печени. Он предупреждает развитие желчекаменной болезни, снижает холестерин, да, нормализует сахар и расщепляет жиры, чтобы помочь печени образовывать нужные хорошие фракции. Инозетол содержится в АМПМ, да, и он тоже отвечает за регулировку холестерина, предупреждает развитие атеросклероза, и видите, еще очень важны аргинин, бетаин, липоевая кислота, магний, гутатион, о котором я вам говорила, альфа-липоевая кислота. Вот это все состав АМПМ. Поэтому, поэтому, друзья мои, вы очень часто задаете вопросы, а почему не написано, вот описаны комплексы, что входит в АМ, да, но не написано, при каких там, значит, патологиях организма, заболеваниях он применяется. Ну, послушайте, если написать весь перечень вообще всех существующих, да, и так далее, заболеваний, патологий, то любой здравомыслящий человек, который не знает, который не знаком, естественно, ни с БАДом, ни с нутриентами, он на это посмотрит и скажет, ну, это вы вообще, да, это уже вообще все от всего, ну, знаете, ну, человек не понимает, как это работает. Поэтому я считаю, что в АМПМ написано абсолютно все правильно, там указан состав, и глядя в этот состав, у любого человека, более-менее, который разбирается в этом вопросе, у него просто нет никаких вопросов, кроме желания быстрее бежать и брать этот продукт, понимаете? А если мы с вами еще говорим о том, что в составе и ФИНИКИ, и АМПМ, и Ревитаблю, находятся технологии заложенные, которые способствуют активизации наших собственных стволовых клеток, если мы с вами говорим о том, что нужно регенерировать печень, а 4 месяца Ревитаблю дает регенерацию порядка 40% печени, понимаете? И практически каждый человек, с которым я разговаривала, консультировала, он, значит, с плохим уже составом структуры печени, с плохими АСТ, с плохими анализами АЛТ, повышенными и так далее, все говорили, что после приема, да, там, резерва Ревитаблю или там ФИНИКИ, у меня эти анализы сразу нормализовались. Вы понимаете, что это очень часто не происходит с помощью приема лекарственных препаратов. Поэтому это составы совершенно уникальные. Когда наша с вами печень находится, подвергается длительной интоксикации, например, человек алкоголь длительно употреблял, кушал все, что хотел, не дай бог, переболел Боткина и так далее, развивается жировой гепатоз печени. Употребляют много сладкого, да, у женщин очень часто это случается. Женщины приходят на УЗИ и получают диагноз жирового гепатоза печени, развивается сахарный диабет. Женщины не замечают, что они тоже злоупотребляют там сладким, мучным, откуда идут жировые гепатозы. Друзья мои, но это, знаете, это кладбище погибших клеток печени, потому что она превратилась в жировую клетку и больше никакой функции не несет. Это ужасно. Это означает то, что я говорила в самом начале, что ваш орган имеет вес и размер, ну, скажем так, УЗИ вам делает, что у вас все нормально с размером, а то, что этот орган не работает, вы так и не поняли. Там всего лишь написано жировой гепатоз печени, а он не выполняет свою функцию. Соответственно, человек, все, идет ежеминутное повреждение сосудов, интоксикация там и пошло-поехало. Значит, что нужно применять? Финити, вы уже знаете, почему, Ревитаблю, потому что нужно регенерировать печень, нужно дать возможность родиться новым клеткам, чтобы ваша печень сохранила ту структуру такой, какой она должна быть и начала выполнять свою работу. Регенерировать вам все, гармончики, все вам подгонять, то, что нужно. Вот за это Ревитаблю цены, ему нет, понимаете, просто цены ему нет. Но самое, если вы хотите жить и иметь здоровье, вы должны понимать, что самое страшное, если не будет Ревитаблю, потому что ничего больше хорошего в печени не будет. Резерв, PM и Баолайф. Значит, смотрите, некоторые аналогичные составы, я вот их смотрела, они, вы знаете ценовую политику компании, я смотрела, эти продукты стоят все в два с половиной раза выше. То есть, такой бат, он идет от четырех с половиной пяти тысяч гривен. Это я вам еще раз говорю к вашей мотивации, чтобы вы понимали, что, несмотря на такой состав, на такую технологию, у нас доступность пользоваться этим, да, и вот, например, большая проблема купить уже то, что употребляется в такой же дозировке, но еще раз говорю, стоимостью пяти тысяч гривен. Значит, при дисбеглозах, при дисбактериозах кишечника, синдрома раздраженного кишечника, это тоже у нас с вами часто и густо, что нужно сделать, то, что я сказала, в первую очередь, определить даже, вот, путем введения постепенного добавления в рацион продукта, на что вы реагируете. Второе, это заняться непосредственно начальной программой, да, это Баолайф начинать принимать, да, вот три раза в день, Зенпрайм обязательно, Резерв плюс АМ в паре по утрам и Зенфьюзи. Почему Зенфьюзи? Значит, объясняю, потому что очень нужен, Зенфьюз содержит в себе штампы наших с вами бифидумы, лактобактерий. То есть, при дисбактериозах нам нужно не просто давать еще клетчатку Баолайф, да, который у нас содержит питание, а нам еще нужно подселять микрофлору, и вот поэтому Зенфьюз хотя бы один раз в день, никто вас там не просит худеть на нем, один раз в день вы должны подселять микрофлору и улучшать слизистую своего кишечника, потому что Фьюз содержит в себе молочные такие, да, вы знаете, протеины, и один из них казеин, и не слушайте всю эту чушь про казеин и про все остальное, что там пишется в интернете, помните о том, что казеин очень сильно нам с вами нужен, потому что из него образуется белок муцин, а муцин это слизистая нашего желудка, поэтому если у человека очень плохая слизистая желудка, язвенная болезнь, гастриты и так далее, никогда в жизни он не вылечит этот желудок, если он не будет способствовать улучшению и нарастанию толщины слизистой своей желудка, а это однозначно наш с вами ZenFuse, понимаете, поэтому это продукт не просто для нормализации веса, он еще восстанавливает повреждения всех органов, и точно такая же история происходит со слизистой кишечника, понятно, да, вот, ну вот те же самые гастриты, гастродиодениты, то есть вы тоже должны знать, что особенно здесь уже если человека гастрит если он знает, что это повышенная кислотность, если вы знаете про язвенные болезни и так далее, значит вводите рекомендации ему однозначно при повышенной кислотности, люди взрослого уже, ну скажем, возраста, да, которые уже идут по нижней кислотности, а трофические гастриты, вот там, кстати, великолепно пойдет нара, великолепно, можете стакан перед сном смело рекомендовать для этого, да, значит, многие жалуются на то, что резерв пить им начинает то тошнить, то еще что-то, то болеть, то, значит, пожалуйста, узнавайте, какая у человека кислотность, при повышенной кислотности, пусть пьет резерв после еды или во время еды, при пониженной можно пить до еды, если сильный процесс в данный момент воспаления слизистой желудка, да, вот, и лучше начинать разводить водой или какие-то острые операции человек перенес после наркоза, то резерв в концентрированном виде не давайте, вот, и, собственно говоря, у нас с вами желчекаменная болезнь есть, вот, вы можете рекомендовать вот эти продукты, да, вот, ну, и, собственно говоря, я вам все рекомендации дала, вот, все рекомендации вам дала, я думаю, что вы будете пользоваться этими схемами, еще раз внимательно прослушивайте материал и увеличите свои продажи и в том числе эффективность своего здоровья. Спасибо вам, друзья, за внимание. Лена, спасибо большое, Елена, будьте здоровы, спасибо большое всем, кто подключился, спасибо большое, Ирина, вам за то, что вы дали ответы на такие важные вопросы, жаждущих узнать ответы еще очень много, но дело в том, что у нас произошла некоторая проблема, потому что у нас задвоился эфир и сейчас команда, другая команда с другой стороны ждет, ждет, выйти в эфир тоже хочет, поэтому, уважаемые слушатели, у нас, студенты, у нас уже была первая тема, она есть на нашей страничке Janice Ukraine at Kiss, найдите нас, пожалуйста, в Ютубе, была тема один, бады и лекарства, тема два, сердце, тебе не хочется покоя, где очень много хороших рекомендаций, описано, как работают системы, даны рекомендации, которыми вы можете использовать, увеличивать свои продажи и понимать, как это работает, для того, чтобы вам было комфортно и спокойно, и сегодня желудочно-кишечный тракт как пищевой конверс, спасибо большое, и мы движемся дальше, тема четвертая, у нас будет 15-го числа, как мы заявляли, в 10 часов утра, это через день, тема будет, мы продолжаем, кишечник, главная кухня организма, научить на ней готовить, и я сделаю ссылку, и вы получите после эфира в нашей группе, в Телеграм-канале, всего доброго, до новых встреч, оставайтесь здоровы, оставайтесь с нами, и все вопросы вы сможете задать, касающиеся темы, которая только что прошла, в Телеграм-канале, и помните, что мы не лечим, мы поддерживаем организм здоровым, молодым и жизнеспособным, и делаем продажи, оставайтесь активными, здоровыми, оставайтесь вместе с нами, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,